Сегодня у нас 10 августа 2023 года. Это сорт груши под названием Red Aunion, осенний сорт. Вот такая завязанность плодов. Дерево около 10 лет, здесь есть прирост, подвое сеянцевый. Дерево растет в низине, влаги достаточно ему. Делаем сейчас дожди. Да это делали два раза культивацию, пока не делаем. Хотим показать особенность в плодоношении этого шорта. Да не только этого. Вот смотрите, все плоды красные, приобретаю краску, а один плод на ветке, вот такую получаю зеленую краску. Вот так одна веточка, здесь красные плоды, а здесь одно ответвление одно. Получаем плод вот такой зеленый, с легкими полосами. Какой-то спорт. Вот теперь можно так определить, вырезать эту ветку, привить ее отдельно и будет новый сорт. Клон Red Aunion. А остальные сорт сохраняют свои качества. Сорт Red Aunion и его спорт. Так что будем иметь в виду такую аномалию. Сделаем здесь пометку и будем выводить новый сорт в культуру. Дальше по кроне тоже есть урожай. Все нормально. А здесь такая химера. Сейчас посмотри, сейчас обломать. Вот такой вот. нюанс с этим сортом. Понаблюдаем. Продолженная тема о нестабильности сорта и мутации сортов в нашем саду. Это сорт груши под названием Уиллард. Осенний сорт, один из вкуснейших сортов в нашей коллекции. Вот такая ржавность этих груш есть такая, что характерно для особого вида груш. Вот вы здесь сиенец. Здесь мы вот старое дерево уже, я не помню сколько ему лет, мы вот под кня подводим новую ветку, которая будет как продолжение нового дерева. Урожай есть, плоды есть. Довольно уже не это время, 10 августа, уже крупные довольно плоды. Но продолжая тему, как говорят, почковой мутации, вот та же картина, что и на Red Union. Одна ветка. Вот отлетление. И две груши на ней висят. Совершенно разные груши. Так что нечем удивляться, когда на одном дереве разные груши. Или они совпадают в садоводов с описаниями. Вот такое может быть. Надо будет опробировать. Взять несколько здесь почек, которые после этой груши. И вот это будет уже клон сорта Уиллард. Понаблюдаем. Это типичная окраска. Типичная груша Уиллард. Такая ржавиность. Позже сделаем более детальное описание этого сорта. Хотя он у нас давно уже. Это шедевры мировой селекции. Для всех любителей, любителям вкусных груш, это сорт номер один или два. Еще один Горхен, вот рядом. Тоже одна из осенних, превосходных по вкусовым качествам груш. Ну, здесь мутаций нет. Здесь только урожай. Позже сделаем описание Горхен. Горхен. Продолжение следует...